Мы находимся в библейском портале Экзегет, но сегодня у нас не чтение какого-то священного текста Библии, а размышления над вопросами, которые в этот библейский портал поступают. Они, может быть, даже и не очень-то библейские вопросы, но они задаются из ищущего ответ сердца и ума. Вот вопрос. Сегодняшние новости раздражают и угнетают. Что с этим делать? Как это пережить? Я не политик и не буду давать политического ответа. Я не военный и не буду давать ответ, который мог бы дать человек военный. Я священник. А, может быть, еще глубже, я христианин. И вот как христианин какие-то размышления. Как раз с точки зрения политической можно принадлежать к тем или к другим. С точки зрения военной мы знаем, что на сегодняшний день чадо православной церкви находятся по обе стороны баррикад. И с той и с другой стороны стреляют православные христиане. Не только. Есть, конечно, и другие, и мусульмане, и еще какие-то люди. Всякие есть. Как это пережить? Я бы сказал, в первую очередь, как ни странно. Почти, казалось бы, невозможно. Но, однако же, никто не отменял слова Христа. Не судите, да не судимы будете. Происходят события глобального масштаба. Жесткие события происходят. Не судите – это что означает? Вот как можно эту заповедь порекомендовать человеку, который работает в суде? Он профессиональный судья, он должен судить. Здесь все-таки под словом «судите» имеется в виду осуждение, дух осуждения. Судить мы должны. Мы должны обо всем судить. Какой бы поступок я в жизни не совершал, я сначала должен рассудить, надо его делать или не надо. Мы судим, да, те же судьи, они судят на основании, скажем, закона государственного тот или иной поступок человека, который оказался подсудимым. Это все имеет место быть в жизни. Но даже тот, кто судит, не должен осуждать. Потому что после всех наших человеческих судов есть Божий суд. И во всех событиях нашего времени, которые могут по-разному оцениваться, по-разному переживаться, есть Божий суд. Причем можно придерживаться вполне определенной позиции. И даже и после этого есть Божий суд. И вот с этим можно жить. Когда ты понимаешь, что есть Божий суд, а наше дело, как древний правотец Енох, о нем сказано, что он ходил пред Богом и был взят на небо. О нем не сказано, что он творил дела милосердия. О нем не сказано, что он был победоносным полководцем. О нем не сказано, что он был уникальной творческой личностью. О нем не сказано, что он был аскетом, молитвенником, подвижником. О нем только сказано, что он ходил пред Богом. Поэтому, кем бы мы ни были и каковы бы мы ни были, ходить пред Богом, и будешь взят на небо. Душа человека, ходящего перед Богом, восхищается на небо. А с этим и в этом можно жить. А без этого невозможно. Душа, не восхищенная на небо, душа, которая, как порою дым, который ползет по земле, а не костер, который восходит к небу. Жить невозможно. Даже при относительно спокойных, благополучных обстоятельствах и временах, жить без того, чтобы быть взятым на небо, невозможно. Вот это то, что я бы сказал. Ходить пред Богом, проверять свою совесть и свое сердце пред Богом. И то, что делаешь, делать в Боге. Причем в том Боге, имя которому – любовь. В том Боге, о котором мы говорим, что он три свят. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. То есть, пред этой святостью, пред этой любовью, жить, ходить, где бы то ни был. Кстати, церковь же прославляет воинов. У нас есть и Георгий Победоносец, у нас есть и Александр Невский, есть и Дмитрий Донской, есть Дмитрий Солунский и многих других воинов. И вовсе не осуждая их за то, что они были воинами. А порой похваляя Федору Шаков, уже более близких к нашему времени. Это о чем говорит? Это говорит о том, что даже человек, находящийся на поле брани, и не просто находящийся там, но являющийся прямым участником боевых действий, он может ходить пред Богом. Он может жить в Боге. И иные из них даже в лике святых прославляются. Не за то, что вели храбрые и победоносные боевые действия, но они таковыми были. Ну вот это мое пожелание, во-первых, себе самому, а во-вторых, всем, кто сегодня вместе с нами здесь слушает и размышляет, чтобы в Боге мы внимали и новостям, не раздражаясь, чтобы в Боге мы выстраивали отношения ко всему, к чему выстраиваем. А иногда, может быть, и не выстраиваем, но продолжаем жить в Боге. И, конечно, находиться в состоянии молитвы. Была война с Наполеоном, был Александр I, был Кутузов, Пагратион, был Наполеон своими маршалами. А был в это время Серафим Саровский, который примерно в то время стоял на камне в лесу и воздевал руки к небу и молился там. Вот в молитве душа обретает все. Обретает равновесие, покой, мир, радость. И, кстати, силу. Силу выполнять то, к чему призвано. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.